МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. 9,5% людей привиты от гриппа в Гродно. В Беларуси продолжается всеобщая вакцинация. Слишком дорогая фотосессия. Стихийные свалки в черте города выявляют фотоловушки. Рекорд приемной кампании. В Гродненскую детско-юношескую школу тенниса приняли 60 детей. Играют ли современные дети во дворах? И если да, то во что? Проект по развитию и популяризации дворовых игр презентовали в Гродно. В начале сентября в Беларуси началась всеобщая вакцинация против гриппа. В нашем городе ее прошли 9,5% людей. В этот раз прививать начали раньше обычного. Повлияла эпидемиологическая обстановка. Первой в медицинские учреждения поступила вакцина российского производства Гриппол+. Она предназначена в первую очередь для людей с высоким риском заболеваемости гриппом или имеющих серьезные осложнения после заражения. Это дети от 3 до 6 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые старше 60 лет. Привиться можно также вакциной Инфлювак производства Нидерланды. В целом в этом году в Гродно должны привить 165 тысяч человек. Это 40% от всего населения города. Не все предприятия заключили договора с городскими поликлиниками на проведение вакцинации. Где-то к середине ноября ожидается подъем респираторных инфекций, гриппа и наслоение ковидной инфекции на эти банальные простудные инфекции. Оно, конечно, утяжелит течение и микс инфекций. Будет протекать гораздо тяжелее. Поэтому я всех призываю, кто подлежит бесплатной вакцинации, кто не подлежит этой вакцинации, могут обратиться в городские поликлиники, если предприятие не заключило договор. Они могут пройти эту вакцинацию на платной основе. Тем, кто переболел ковид-19, врачи рекомендуют вакцинироваться только после периода восстановления организма. Он длится 30 дней. Привиться от гриппа можно в территориальных поликлиниках с 8 утра до 8 вечера по будням и в субботу с 9.00 до 16.00. При индивидуальном вакцинировании следует обратиться к своему лечащему врачу или к иммунологу в прививочный кабинет, пройти осмотр врача и получить допуск к прививке. Период вакцинации завершится предварительно 1 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы фиксируем факты, что недобросовестные граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица размещаются и бытовые, и строительные отходы на городских территориях. Данные деяния подпадают под ответственность административно-процессуального кодекса. И как бы под статью 1563 данного кодекса, за что предусмотрена административная ответственность и штрафы. Принцип этих фотоловушек тот же, что и у установленных в лесах. Они реагируют на движение в зоне поля зрения камеры. Сигнал об этом поступает на мобильное устройство специалиста инспекции природоохраны. С января 2020 года было составлено пять протоколов на тех, кто не довез мусор до назначенного места и бросил как есть. Аргументация у таких нарушителей разная. Не смог, не знал, куда везти, думал, что можно. Однако от ответственности и серьезных потрясений бюджета это их не спасло. Всего за истекший период года взыскано порядка 4000 белорусских рублей штрафов. Санкции статьи предусматривают штрафы от пяти базовых величин. Подобные стихийные свалки из строительного или бытового мусора не только банально портят ландшафт, но и наносят вред экосистеме, в которой, как известно, восполнить урон весьма непросто. В детской библиотеке подвели итоги ежегодного конкурса «Лето и книга». Как оказалось, 2020 год по сравнению с прошлым стал рекордным по количеству прочитанных книг и возрасту участников. Самому маленькому читателю всего 4 года. В этом году за звание лучшего боролось более 300 юных гродненцев. В награду за любовь к знаниям юные читатели получили самый ценный подарок – книгу. Девятилетний София Дикевич библиотека заменила, как бы странно это ни звучало, про современных школьников компьютер с интернетом. В поиске ответов на главный вопрос, как устроен этот мир, она не жалеет ни сил, ни времени. Именно в библиотеке. Тем более, когда речь идет о выборе нужной книги. К слову, интересуют Софию совсем не волшебные сказки, а скорее наоборот – изучение реального мира, который нас окружает. Третьеклассница уже прочитала всю серию книг «Маленький профессор». И на этом она останавливаться не планирует. Если честно, меня привели мама и папа. Я пришла и увидела много-много книг. Я поняла, это мое место. И я решила читать. Читала, 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 читала. И, наконец, поняла, что когда читаешь, много уму набираешься. Родители с самого детства заметили у ребенка тягу к чтению. А так как сами очень ценят хорошую книгу, привели маленькую Софию в библиотеку. С семи лет девочка самостоятельно выбирает, что будет читать. С я сильного возраста у ребенка появилось желание. Мы не умели еще читать, но любили слушать сказки. И мы в свое время с мамой уделили этому внимание. Много читали. Люблю с ребенком читать книжки, которые берем. Мы летом вдвоем читали. Она читала, а я потом и перечитывала. Как бы погружался в свое детство. Такой семейный подряд поощряют и библиотеки. На конкурсе летнего чтения есть даже отдельная номинация «Читающая семья». Все для того, чтобы привлечь как можно больше внимания как взрослых, так и детей к книге. В современном компьютеризированном мире лучшим другом человека стали гаджеты. И это неудивительно. Ведь пользоваться электронным помощником очень легко и удобно. На одном устройстве можно слушать музыку, смотреть фильмы и читать электронные книги. Казалось бы, зачем тогда нужны, например, библиотеки. А между тем, желание гродницев прикоснуться к реальной книге с каждым днем только возрастает. Это подтверждает и статистика. По сравнению с прошлым годом, количество участников конкурса летнего чтения значительно увеличилось. В этом году их более 300. Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно было прочитать не менее 20 книг. Но финалисты, те ребята, которые сегодня будут награждены, преодолели этот рубеж, значительно преодолели. И нужно сказать, что не каждый взрослый человек может похвастаться таким количеством книг, какой прочитали ребята за летний период. Абсолютный рекордсмен нашего конкурса прочитал 108 книг. И мы очень рады. Это такой абсолютный рекорд по количеству прочитанных книг за лето. Награждение лучших читателей прошло в пяти номинациях. Самый юный читатель, любители белорусской литературы, юный эрудит, лучший читатель и читающая семья. Всего 15 номинантов. Им вручили почетные дипломы и самые ценные для них подарки – книги. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Нередко взрослые сетуют на то, как много времени проводят современные дети в компании гаджетов. И в противовес приводят примеры своего детства. Без интернета и смартфона, зато с активными и захватывающими играми во дворе. Впрочем, современное поколение с такими утверждениями не соглашается. Своими действиями подтверждают дворовые игры, популярные у детей и сейчас. Доказательством этому могут послужить дворы многоэтажек в спальных районах летом. Не обремененные школьными и факультативными обязанностями, ребята с утра и до позднего вечера проводили на улице за играми. А во что играют во дворах сейчас, выяснить это решила Гродненская областная организация БРСМ, инициировав проект по дворовым играм. А у нас во дворе. У нас к этому периоду прошло уже огромное количество интернет-челленджей, куда подключились молодежь из всех районов нашей Гродненской области. Кроме того, мы собираем копилку дворовых игр. Это те описания и те модные, популярные дворовые игры, которые характерны для определенного района нашей Гродненской области. Эта копилка станет дальнейшим сборником, такой методичкой для наших бойцов студенческих отрядов, которые будут работать в летних оздоровительных лагерях. Презентовали проект дворовых игр прямо во дворах домов в микрорайонах Девятовка и Альшанка. Играли в футбол и стритбол. Стритбол – это особый вид баскетбола, уличный. Играют в него три на три. В сотрудничестве тесным с управлением спорта и туризма областного исполнительного комитета у нас есть задумка о проведении фестиваля именно по стритболу среди дворовых команд. Не среди учреждений образования, не среди каких-то вузов или первичных организаций предприятий, а именно чтобы ребята со двора могли собраться, создать свою команду, поиграть. И в дальнейшем, конечно, принести некую пользу своему двору. Может выиграть хорошее дополнение к своей площадке дворовой, может быть ремонт дворовой площадки. Дети любого возраста также выбирают возможность провести свое время с друзьями во дворе. Это и общение, и иной, нежели в школе круг знакомых, и возможность восполнить свои эмоциональные ресурсы. Это круто, классно. Это лучше, чем сидеть дома, там, залипать в телефоне, на компьютере. Я всегда пытаюсь выбраться на улицу, собраться в большой компании. Ну, это классно. Когда мы собираемся в большой компании, ну, мы сначала начинается так все более спокойно. Мы там разговариваем, общаемся, какие-то сплетни друг к другу передаем. А потом, когда уже у нас полное тело позитива, мы начинаем беситься, дурачиться. Это круто, заряжаешься позитивом, заряжаешь других. Гродненская детско-юношеская школа тенниса начала первые тренировки для своих новых подопечных. В этом году план набора увеличили на 44 человека. На обучение с 1 октября приняли 60 детей. Теперь вершины теннисного спорта в Гродно будет покорять 191 ребенок. Новичков на обучение принимают в возрасте 6-7 лет. Начиная с 1 сентября преподаватели школы тенниса посещали общеобразовательные учреждения, общались с учителями физкультуры и приглашали детей в большой спорт. До 30 сентября проводились отборочные тренировки, по итогу которых ребята зачислялись в школу тенниса. В этом году занятия будут проходить исключительно на открытых кортах до наступления холодов. Такие меры приняты для минимизации контактов между учащимися и сокращения времени пребывания в закрытых помещениях в период пандемии. Процесс набора включал в себя посещение тренировок три раза в неделю по полтора часа, на которых с ними тренер занимался подвижными играми, общеразвивающими упражнениями. То есть тренер в процессе своей спортивной деятельности выявлял деток, которые наиболее активны, наиболее умеют свое тело в пространстве ориентировать, то есть координационные какие-то способности выявлял. Также умение владения мячом, то есть не без этого. Это были подвижные игры, эстафеты и общеразвивающие упражнения. Интерес к теннису в нашем городе растет с каждым годом, поэтому в Гродно появилась острая необходимость в площадке для занятий этим видом спорта. И проблема была решена. Сейчас в Гродно идет строительство теннисного центра, что даст возможность расширить учебную базу. Его купол размером 80 на 38 метров и общей площадью 3050 квадратных метров предполагает размещение крытых и открытых теннисных кортов. Уже сейчас установлен надувной купол, проходит укладка напольного покрытия, которое завершится через месяц. Центр такого типа станет первым в Беларуси по программе развития тенниса в республике на 2020 год. Обратите внимание, в маршруте городского транспорта произошли изменения. Автобус номер 12 изменил привычную схему движения и вместо областной филармонии теперь будет курсировать до Молодежной улицы. Уже в ближайшие дни обновленный маршрут автобуса номер 12 и новое расписание будет размещено на остановочных пунктах, а также на сайтах, которые отражают движение городского транспорта. В октябре Гродненский театр «Кукол» возобновляет показы спектаклей для взрослых. Каждую неделю вас ждут вечерние представления. «Пиковая дама», «Золоченые лбы», «Вий страшная месть», «Поэма без слов» и «Ванильное мороженое с лимоном». Смотрите репертуар на сайте театра «Гроднолялька.бай». Банк «Белвеб» повышает ставки по депозитам на 3 месяца до 18,5% годовых. Банк «Белвеб» в городе Гродно, улица Калючинская, 21. Контакт-центр 205 для абонентов МТС А1 Лайф. Сайт «Белвеб.бай». На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова